всем привет приветствую вас на моем канале сегодняшнее видео будет посвящено поровки канареек постараюсь более раскрыто более развернуто показать на чем же основывается поровка канареек что для этого надо ну и собственно как бы основное покажу вам а там уже дело хозяйское может кто-то лучше делает хуже делает в общем нам понадобится кеннер вот он перед вами в клетке сидит клетка понадобится канарейка самочка которую мы сейчас будем определять с помощью ваты также нам понадобится гнездо вот у меня такое гнездышко для канареек гнездодержатель скажем так я сделал из ведра с под сметаны или с под майонеза обрезаем вот таким образом обрезаем ведро дно тоже вырезаем может узнали эти ведра пол-литровые туда будет ставится гнездо вот таким образом и это отверстие будет подвешиваться там клетки крючок я покажу вот так значит в гнездо мы кладем это а значит забыл сказать сена понадобится аптечная ромашка понадобится и немножко ваты но вату мы в гнездо класть не будем ватой мы будем определять готовность самки к размножению это вот прошу учесть что вату в гнездо не надо класть птенцы бывают запутываются и рвут себе ноги значит так для начала в гнездо помещаем ромашку аптечную мнем ее измельчаем ее хорошо чтоб она там во все укромные места попала чтоб нигде не завелся не пероед не пухает вот так прям измельчаем хорошенько она сушеная хорошо мнется ромашку можно использовать да и нужно использовать аптечную кто не насушил допустим я насушил я использую на аромат пошел сразу чувствую можно даже вот так потрясти там чтоб ну боком вот так поделать чтоб все везде просыпалась прям вот хорошо рукой вминать и в бока вниз в общем поняли да вот как бы все ромашка есть теперь помещаем сено я использую сено майского сбора когда майская даже не майская извиняюсь это апрель апрель в общем первая трава которая вырастает сантиметров по 10 и ее я срезаю сушу она мягкая нежная птицам удобно с ней работать вот получилось вот вот так вот вот прям я ее и укладываю получилось вот такое вот уютное гнездо так для тех самок которые идут первый раз молодые в гнездышко можно размещать небольшие кусочки бумаги желательно белого цвета это будет как приманка канарейки что здесь надо нестись именно в этом гнезде а не где-нибудь в поилке в кормушке или на полу как это часто бывает и так гнездо мы с вами подготовили это значит обработали ромашкой полынью или можно и то и другое или что-нибудь одно еще можно даже немножко посыпать золы тоже хорошо помогает сверху укладываем сено кладем можно положить кусочек бумажки так это вот насчет гнезда готова сейчас я размещу гнездо держатель внутри клетки и потом покажу как это дело вставляется очень затем очень удобно брать у вас будет вот так находиться гнездо этой в этом седле и когда там появится у вас яйца или потом будут у вас птенцы вам будет удобно брать так за край раз взяли посмотрели потом птенцов там если тут много будет какашек убрали в принципе это можно не убирать пусть сидят там за победы и обратно положили нужен будучи в гнезде и так в этой клетке я заранее разместил вот здесь разместил шурупчик вкрутил просто вешается таким образом на этот шурупчик вот все повесили вот так удобно достается и обратно вкладывается все гнездо закреплено бывали случаи что когда там было пять птенцов четыре птенца плюс канарейка она садилась вот сюда и все это дело вот так переворачивалось но она сейчас туго все это ходит но было переворачивалось тогда я закреплял вот здесь обматывал про вот гнездо убирал и вот так туда так раз и вместе с жердочкой обматывал проволокой то есть это предотвращало переворот который был редко но бывало что переворачивалось эта конструкция так по поводу гнезда я рассказал да здесь вот стоит пока небольшая кормушка сейчас у нас вечер вот еда осталась утром насыпал чайную ложку зерносмеси и чайную ложку пророщенной пшеницы этому самцу скушал пшеницу видеть да кстати знакомьтесь самец будучи куплен мой за самочку он запел хорошо запел он такой прям темпераментный самец сейчас я выберу ему самку подсажу и покажу вам поведение как он будет вести себя при встрече с самкой переходим к выбору санки так еще два слова о клетке клетку я взял из моих старых запасов тут у нее есть такой поддон все это выдвигается все это мытое высушенная и вот как бы просто уже возрастная клетка а то начнут комментировать что грязная клетка это все вымыто и высушено просто уже эти пятна от возраста они не грязная просто так ну не отмылись не знаю значит стены в клетке я торцы бока сделал из фанеры чтоб когда у меня будут клетки стоять в ряд самцы между собой не переговаривались и не дрались не отвлекались потолок из сплошной фанеры общими ситки только перед так кому интересно значит размеры клетки длина 46 сантиметров высота 31 и глубина клетки тоже 30 29 30 ну такие общем размеры клетки переходим к выбору самочки вот сидят наши самочки ранее было мной снято видео где каждый самки принадлежал порядковый номер обратите внимание все самки неповторимые у каждой своя интересная окраска это вот слева первые это японские мадины сидят здесь потому что больше негде сидеть я просто еще не понял самцы это или самочки сейчас посидят немножко уберу и так размещаем ватку между прутиков и смотрим какая же канарейка возьмет первая ватку ту канарейку я поймаю и к самцу посажу отступаем подальше вот мы видим проявила интерес канарейка было запомнить теперь со светлым брюшком сейчас я ее поймаю и посажу к самцу итак вот это канарейка со светлым брюшком я сегодня в обед проделал этот эксперимент с ваткой и опять таки это канарейка взяла ватку и утром я делал она берет ватку самая первая потому я решил ее посадить самой первой еще можно подуть вот здесь называется живот низ живота гуско подуть там если там уже надута как груша такой живот это значит что самка готова к размножению это но это ни в коем случае не говорит что самка беременная что там у нее яйцо нет абсолютно нет это просто у нее железы значит там ее у нее возбуждение и она готова к паровке то есть там открытый яйцеход яйца как его называют яйцевод открытый то есть она посидит самцом через три-четыре дня снесет яйцо яйцо благополучно поэтому яйцеводу выйдет сейчас я постараюсь подуть не знаю как получится мне не получается видно наверно да ладно дуть больше не буду в общем сажу эту самку к самцу и смотрим на их реакцию как самец встретит эту подругу и так наблюдаем вот самец справа самка слева все я молчу чтобы они не отвлекались но пока они друг на друга не проявляют внимание я хотел бы вам сказать что перед тем как вместе всех посадить кормим активно пророщенным пшеной этим пшеницей или пророщенными семечками пророщенным овсом рапсом морковкой тертая на терку не пророщенной морковкой вот раз в неделю самка перед паровкой можно давать яичный корм это может быть яйцо с морковкой или просто кусочек яичка из того момента как садим их вместе кормим тоже значит зерно смесь примерно полторы чайной ложки плюс идет полторы чайной ложки пророщенного зерна или овощей или зелени день через день примерно можно давать небольшой кусочек куриного вареного яйца варить яйцо не меньше 15 минут если яйцо магазинное чтобы убить сальмонеллез если яйцо домашнее и куры у вас не болеют то достаточно варить 10 минут в общем пока никаких драк не происходит но имейте ввиду что очень часто бывает когда канарейки вот так садятся вместе начинает драки которые перерастают в бойни там наблюдать даже страшно бывает самка бьет кеннера основном всегда самка нападает почему-то на кеннера то есть вы не пугайтесь это норма жизни они подрались помирились снесли яйцо затем снова подрались помирились снесли яйцо и все у них будет хорошо вроде я ничего не забыл сказать у кого при просмотре возникают вопросы пишите в комментариях я по возможности буду отвечать не забывайте подписываться на мой канал и не забывайте также рекомендовать друзьям знакомым птицеводам кеннер проголодался сейчас у нас за окном полдесятого вечера и канарейки уже дремали наверное сидели я пришел свет включил начал видео снимать просто я к чему говорю то что днем тут конечно было пошумнее кеннера все пели я думал сейчас как-то будет встреча поэмоциональней поэмоциональней но кеннер спокойно встречается но это тоже ничего страшного главное чтоб они нормально развелись он ее оплодотворил канарейка снеслась и благополучно выкормила птенцу сейчас я расположу здесь ватку посмотрим возьмет ли она эту ватку Ватку потом обязательно уберите, чтобы она ее в гнездо не потащила и птенцы там не запутали ватки себе. Ватку верни, уберите потом. Вот канарейка подошла к ватке, но так откровенно она не хватает, как там в женском общежитии, когда сидела. Уронила ватку на пол, ваткой заинтересовался кеннер. Видите, да? Ну, в общем, сезон разведения канареек, я думаю, можно считать открытым. Это будут первые ласточки, потому что там все самки эти цветные, у всех уже брюшко набухло, надо скорее их сажать на гнездо, чтобы не начали нестись на пол, а то начнут в кормушку нестись и тогда считаю, что одна кладка потеряна. Как бы самцы у меня есть, хорошие, готовые, в смысле уже они взрослые, я думаю, без труда подотворят этих самочек. Ну, в общем, пока их встреча протекает мирно и хорошо. Благодарю всех за внимание. До скорой встречи на моем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok